Это один из отдаленных районов Казахстана, которых в республике множество. До ближайшего областного центра города Кокшетау более 100 километров. Места здесь глухие, а люди простые. Формально все жители окрестных сел являются учредителями товарищества с ограниченной ответственностью по кафе Новонекольское. Но товарищескими их отношения с директором ТОО не назовешь. Скорее это взаимоотношения хозяев и рабов наподобие древнеримских или латиноамериканских и латифундий. Сейчас, конечно, беспредел. Беспредел в использовании городских земель, беспредел в использовании сельскохозяйственных угодий. Баранбай Баялин – житель села Кундыколь. Семья многодетная. Даже по современным казахстанским меркам шестеро детей. По словам Баранбая, проблемы с ТОО Новонекольское начались после того, как он решил передать собственный надел другому арендатору. «Земля моя, кому хочу, тому и отдаю», рассудил он. Но не тут-то было. Для начала семье Баялиных перестали отпускать хлеб. А после того, как он рассказал об этом одному из республиканских телеканалов, дирекция ТОО и вовсе перешла к полномасштабным угрозам. Приезжали, сам же вот этот Юрин, вот этот директор, приезжал он ко мне, угрожал, угрожал. Говорит, ты что делаешь? Ты что делаешь? Говорит, ты землю отдал на суд. Если дети заболеют, дорогу не пробьет, потому что Буран, видите, у нас дорогу забьет. Это конкретно. Если забьет, так забьет. Вот. Без воды будете сидеть. Вы ничего, вы ничего, говорит, не получите. Вы, говорит, ничего не получите. Вы отказываетесь от этого дела. Впрочем, проблема Баранбая-Баялина – это только полбеды. За несогласие с политикой руководства ТОО можно и вовсе остаться без надела. Как это случилось, например, с жителем села Меньшиковка Дуулетом Амриным. Его исключили из состава учредителей ТОО, а земельный пай 76 гектаров попросту отобрали. 22 ноября я, значит, 2013 года приехал опять в Новонекольск. Кольский к этому Юрину, директору Валерию Васильевичу. И зашел к нему и сказал, я приехал за дивидендами. Как вы сказали, что это получите после уборки на дивиденды. Он мне на это сказал, ты уже не участник. Я говорю, как не участник, я там наследник, вы же за 12-й выдали. А теперь сказали, я тебя уволил. Я говорю, на каком основании? Я тебе вычеркну из списка все, ты никто. Я говорю, как? Тогда я буду обращаться в суд. Он сказал, кто ты такой, обращаться в суд? Ты напротив Мустафаева Букашко. Таинственный Мустафаев, говорят в народе, является истинным владельцем ТОО Новонекольское. В село практически не приезжает. Живет в Астане, а делами управляет через родственников и подручных директоров. К слову, деятельность ТОО уже два раза становилась объектом пристального внимания финансовой полиции. Правда, обошлось без возбуждения уголовных дел. Однако дуэлет слово сдержал. В областном центре Кокшетау он нанял юриста и обратился в суд. Проколите. Здравствуйте, можно? Здравствуйте. По словам юриста Талгата Кульжабаева, дело осложняется тем, что хозяева ТОО Новонекольское заложили всю землю в банк. Кредиты несколько миллиардов тенге под залог крестьянской земли получили следующие ТОО. Уни, Якбун и Авдиев. Причем сами сельчане не давали согласия на залог своей земли. Их попросту поставили перед фактом. А перед этим сельчан буквально шантажировали, чтобы те подписали доверенности на право распоряжения землей. Тем, кто не подпишет, угрожали отобрать земельные паи. Большинство сельчан подписали. Теперь, чтобы отсудить, а потом забрать свою землю, понадобится много лет. Да и возможно ли это в принципе – большой вопрос. В первую очередь жителям нужно признать незаконным сделку, совершенную между ТОО Новонекольское и другими тремя субъектами и банком. Четвертый участник сделки банки – Евразийский банк является. Если они оспорят эту сделку, в судебный порядок признать его недействительным. Второй шаг будет уже, они даже провести собрание, где должны принять участие все учредители, 100% желательно должны быть. И там определится местонахожение земельного участка, к которому они хотят выйти. Определиться, какой участник будет собирать, выводить из ТОО Новонекольского. В данном случае я тоже предугадываю действия. Если они будут дальше продолжаться от давления, то это будет очень сложно. Так как исполнительный может быть противодействовать. Экс-председатель Верховного Совета Республики Казахстан, многолетний депутат-коммунист Мжелисы Серикбалсын-Абдильдин уверен, что плачевное состояние села – результат реформ президента Назарбаева. Отношения на селе он характеризует не иначе, как беспредел. Земельный закон принят единолично президентом. Мжелис его проект отвергал, я очень яро против выступал и группу создавал, определенную группу сопротивления. И президент вынужден был в отставку отправить правительство Тасмахамбетова. И по Конституции в таких случаях он имел право подписи закона. Но почему он подписал такой закон, которого вообще-то и даже парламент не одобрил? Потому что он с опережением раздавал все земли сам через Акимов. Впрочем, остались в Казахстане и коллективные хозяйства, но их очень мало и погоды они не делают. А чтобы исправить положение, нужно убедить в необходимости перемен лишь одного человека – президента Назарбаева. Но очень сомнительно, что казахстанский диктатор признает собственные ошибки и отменит принятые им единолично законы.